Дмитрий Жуковский перенес трансплантацию у почки всего несколько недель назад. Сейчас обязательное послеоперационное наблюдение у врача. Контроль здоровья, фиксация динамики и, если необходимо, то корректирование терапии. Была двухсторонняя пневмония. Я долго ходил на ногах, стоит пневмония, пока уже совсем. И уже потом обратился в больницу и сразу был госпитализирован. Перестали работать почки, но уже года четыре назад. Выходил на диализ, был большой вес, скидывал вес за эти четыре года, чтобы можно было попасть на операцию. Достиг нужного веса, прошел все анализы, подтвердили, встал на очередь. Ну, очередь, не знаю, месяца четыре-пять прошел на очереди. Была трансплантация, все удачно. Но все это не сравнится с тем, какими были недавние несколько лет в жизни мужчины. После того, как начались проблемы с почками, Дмитрий на протяжении четырех лет посещал гемодиализ. После операции, как отмечает мужчина, качество его жизни стало совсем иным. Очень благодарен, что врачи даже нашему отделению гемодиализа березы, здесь нашим врачам областной больницы, все очень хорошо, все быстро, четко. Даже не ожидал, что так быстро можно после такой операции ходить на ногах и радоваться жизни. Трансплантацию почек в Брестской областной клинической больнице осуществляют уже более десяти лет. За это время высокотехнологическую операцию провели для более чем 500 пациентов. К слову, в среднем в год пересаживают в районе 45-50 донорских почек. Есть и свои инновационные подходы в организации медицинской помощи. Когда открылось отделение, лист ожидания, так называемое, то есть время нахождения пациента до трансплантации почки, в среднем был 17 месяцев. На настоящий момент, на итоге прошлого года, среднее время пребывания в листе ожидания пациента 6 месяцев. Мы разработали новые способы выполнения оперативных вмешательств. Это мы сейчас применяем широко в нашей практике. У нас даже получен патент на новую методику операции. Эта разработка привела к тому, что уменьшилось в три раза количество осложнений после трансплантации. Помимо трансплантации, врачи Брестской областной клинической больницы оказывают своим пациентам широкий перечень помощи. Так, отделение анестезиологии и реанимации, нефрологии и гемокоррекции выполняет функции областного нефрологического центра. Здесь также активно проводят процедуру гемодиализма для пациентов с хроническими заболеваниями и ожидающих трансплантации. Эта процедура называется экстракорпоральным очищением крови, поскольку очищение проводится вне организма человека с помощью специального аппарата «Искусственная почка». Отдел нефрологии, он 40 коек в год, мы пролечиваем до 1000 пациентов этого профиля. Отдел программного гемодиализа 12 мест, работает в 4 смены. И в данный момент на программном гемодиализе у нас находится 79 человек. Это пациенты Брестского района, частично Бреста, пациенты Малорицкого, Каменецкого и Жибенковского районов. Больше всего пациентов это с англомерлонифритами, и пациенты на втором месте это вторичная нефропатия, это артериальная гипертензия, сахарный диабет и другие вторичные проблемы. Среди пациентов, которые на гемодиализе, на первом месте примерно так же, пациенты с англомерлонифритами, а второе по частоте это вторичная нефропатия. Как отмечают специалисты, почки – крайне уязвимый орган, влияние на который могут оказать как и внешние факторы, так и сопутствующие заболевания. Поэтому для того, чтобы предотвратить осложнения, врачи еще раз призывают к более пристальному вниманию как к своему здоровью, так и в случае необходимости к своевременному обращению за необходимой помощью.